Телефонная мошенничество В современном мире является одним из основных способов совершения так называемых киберпреступлений. С каждым годом схемы, разработанные мошенниками, становятся все более изобретательными. Они умело используют всю доступную информацию и технологии, разбираются в психологии людей, заставляя жертву раскрыть необходимые данные о себе либо совершить те или иные действия, используют человеческие слабости в своих корыстных целях. Преступники любыми способами стараются получить информацию о номерах банковских карт граждан, о паролях от почты и различных аккаунтов в сети интернет. Уголовным законодательством установлена ответственность за совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа, а также за мошенничество в сфере компьютерной информации. За совершение данного преступления с причинением ущерба в особо крупном размере может быть назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. И сегодня вашему вниманию будут представлены способы защиты и меры безопасности, соблюдение которых сократит риски быть обманутыми мошенниками. Также мы поговорим о роли прокурорского надзора при расследовании уголовных дел данных категорий. Денис Григорьевич, скажите, как часто совершаются вот такие мошеннические действия по телефону? Анализ практики совершения преступления данной категории показал, что из общей численности мошенничеств, совершаемых на территории Карачао-Черкесской республики, не менее 70%, то есть большая часть мошенничества, совершается в сети интернет, с дистанционно неустановленными лицами, как правило. Значит, в основном действия виновных лиц направлены на хищение чужого имущества, то есть денежных средств жителей республики. И надо отметить, к сожалению, тенденция из года в год, она не улучшается, несмотря на принимаемые меры, а наоборот увеличивается. Мошенники придумывают новые формы хищения денежных средств в связи с тем, что правоохранительные органы борются с ними, и, соответственно, старые схемы уже перестают работать, и они придумывают новые формы хищения под различными предлогами. Сегодня, к сожалению или к радости многих лиц, мы перешли на безналичный расчет, то есть рассчитываемся с банковских карт, платежными переводами. И, с одной стороны, это облегчило многие задачи гражданам при своей жизнедеятельности, но и, с другой стороны, дало возможность злоумышленникам пользоваться возможностью хищения этих денежных средств. Чем опасны такие преступления, и кто, как правило, чаще всего становится жертвами таких преступлений? Значит, как я уже говорил, поскольку мы перешли на так называемую безналичную форму расчетов, мошенники придумывают разные схемы, изощрированные схемы хищения. Анализ категории граждан, подверженных хищению, показал, что, как ни странно, ну, понятно, что люди преклонного пожилого возраста становятся жертвами ввиду того, что они доверчиво относятся и подвержены убеждению мошенников. Но самое, что интересно, 27-чуть ниже процентов – это лица молодого возраста, от 25 до 30 лет. Здесь нужно отметить, что хищение происходит в форме, когда осуществляется договоренность о продаже тех или иных товаров и услуг в сети интернет, впоследствии даже в тех же самых популярных сайтах, так называемых, торговых площадок. И они вводятся в заблуждение относительно намерений, и, соответственно, лица не получают товар, но отправляют свои деньги, и, соответственно, что порождает совершение преступления. Кроме того, значит, установлено, что жертвами становятся лица одинокие, не проживающие в семье полноценной. Как правило, преступники рассчитывают на эффект внезапности, запугивания. Значит, создают такие условия, где одинокий человек не может посоветоваться или прийти к какому-то общему мнению. На это рассчитано само совершение преступления. Люди, живущие в семье, допустим, супруги с детьми, полноценные семьи, или дети, проживающие с своими родителями, как правило, анализируют эту ситуацию возникшую, советуются и принимают решение, являются ли это достоверными своими, либо, наоборот, это способ совершения мошенничества. Ну, в общем-то, такая категория граждан. Денис Григорьевич, скажите, как защититься гражданам, чтобы не стать жертвами этих мошенников? Знаете, это самая актуальная тема. Все средства массовой информации, правоохранительные органы на всей территориальной федерации всегда информируют граждан о том, что они не стали жертвами мошенников. Они предлагают алгоритм действий, чтобы проверить мошенников. Но, к сожалению, либо информация не доходит до какой-то определенной категории граждан, либо они не могут справиться с той эмоциональной нагрузкой, которая звучит с другой стороны трубки, при которой они бегут в банкоматы, оформляют даже кредиты на себя, сумасшедшие суммы, по 100 тысяч, по 200 тысяч человек оформляет и переводит на различные карты. То есть настолько они на них действуют убедительно, психологически их побуждают в совершении этих действий. Мы полагаем, что самым эффективным способом вообще борьбы с этими преступлениями следует признать тот факт, чтобы никогда не верить звонящему, потому что ни один сотрудник банка, ни одна служба безопасности кредитной организации никогда не будет звонить и сообщать о выявленном, возможно, фактах мошенничества. Надо понимать, что, как правило, банки и кредитные учреждения узнают о мошенничестве, когда сам непосредственно клиент учреждения кредитного обращается к ним с этим фактом. До этого они не имеют ни технической возможности, ни одной другой инициативно сообщить клиенту своей кредитной организации о том, что в отношении него совершаются какие-либо мошенничества. Значит, это такой распространенный самый способ, это когда мошенники представляются сотрудниками банка. Следующий распространенный способ, это когда представляются работниками правоохранительных органов, работниками МВД, работниками прокуратуры, когда мошенники используют подменные номера, принадлежащие правоохранительным органам. Значит, сообщают о том, что некие лица посторонние воспользовались с доверенностями, хотят оформить денежные средства, получить их. Значит, в данном случае надо понимать, что никогда правоохранительные органы не разбирают эти вопросы, путем дистанционного контакта с предполагаемым потерпевшим. Имеется определенный алгоритм действий, когда сотрудники правоохранительные занимаются проверкой. Это вызов на дачу объяснения. Это направление копии принятых решений заявителю, либо потерпевшему лицу. То есть в угловом процессуальном законе общение с потерпевшим дистанционно по телефону и фиксация каких-либо фактов вообще не предусмотрено. Поэтому если вам звонят по таким фактам, вы можете смело прекращать телефонный разговор и сообщать правоохранительные органы о покушении на мошенничество. Значит, если вам звонят, предлагают предоставить персональные данные о вашей личности, о ваших счетах, вкладах, иные любые персональные данные, то вы должны быть сразу уверены, что это мошенники. Безусловно, ни одна организация правоохранительная никогда в установленном законном порядке эти данные не запрашивают. И самое главное, никогда не верить таким лицам, которые создают условия безысходные. То есть ваш родственник попал в беду, вам необходимо срочно приехать, ваш родственник пострадал в ДТП, необходимы лекарства, вашего сына задержались наркотическими средствами. При любых условиях самое главное, первое, взять паузу, успокоиться, перезвонить всем своим близким и родственникам и выяснить, возникла ли такая ситуация или это просто все выдумка. То есть при соблюдении этих элементарных правил возможно избежать мошенничества в отношении себя. Но я же говорю, проблема в том, чтобы донести это до людей, вот в этом сложность их понимания. Когда мы регистрируем, в МВД регистрируем сообщение о преступлении, всегда человек пишет объяснение. Мне известны были такие факты мошенничества, но почему я это сделал, я не знаю. То есть психологический прессинг людей осуществляется. Там работают профессионалы, это скорее всего организованные группы. И поэтому мы сталкиваемся с проблемой, что деньги людей похищаются огромными суммами для них. И раскрываемость этих преступлений мизерно мала. Мизерно мала. И, к сожалению, что бы мы ни делали, возместить ущерб потерпевшим оказывается очень сложно. И мой последний вопрос. Какова роль органов прокуратуры при осуществлении надзора за расследованием дел о преступлениях данной категории? Учитывая массив этих уголовных дел, связанных с мошенничеством, их возбуждение, расследование органов прокуратуры Карачаева и Черкесской Республики уделяет этому повышенное внимание. Мы осуществляем надзор систематически. Мы проверяем законность и незамедлительность возбуждений уголовных дел данной категории. Правильность квалификации действий, потому что от правильности квалификации зависят многие вопросы, связанные с розыском лица и установлением. На стадии осуществления предварительного расследования мы изучаем уголовные дела. Если это дело расследуется органам дознания, мы даем письменные указания, в случае, что это не выполняется. Мы требуем от органов расследования выяснять принадлежность всех банковских номеров, счетов номеров телефонных, с которых звонили, на которые осуществлялись переводы. Потому что зачастую, если это не совсем организованная группа, где все у них рассчитано, а просто какие-то единичные факты совершаются гражданами, то вычислить человека возможно. Как правило, это совершается лицами из субъектов Российской Федерации. У нас много было примеров, когда мы устанавливали личности и направляли следственные группы в субъекты Российской Федерации, допрашивали, не признавались, удавалось восстановить справедливость. Когда уголовное дело по сроку следствия приостанавливается производством, то есть преступление считается нераскрытым, прокуратура города изучает уголовные дела. Мы отменяем незаконные постановления о приостановлении, если видим, что весь комплекс мероприятия не выполнен. Требуем от органов расследования раскрывать эти преступления и никогда мы не соглашаемся с процессуальным решением, которое противоречит требованию закона и не расследование направлено на восстановление прав потерпевших. Ну что же, я благодарю вас за полную информацию. Желаю вам успехов в работе. Спасибо. Спасибо.